Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем книгу «Премудрости Соломона» на библейском портале экзегет.ру. И мы продолжаем чтение, читаем сегодня 11 главу. Итак, Соломон пишет. Она благоустроила дела их рукою святого пророка. Они прошли по необитаемой пустыне и на непроходных местах поставили шатры. Противостали неприятелям и отомстили врагам. Томились жажду и воззвали к тебе, и дана им была вода из утесистой скалы и утоление жажды из твердого камня. Речь идет о путешествии иудеев через пустыню и о том, что «Премудрость», о которой речь была в 10 главе, направляла их и сберегала для того, чтобы они дошли в землю обетованную и там жили с Богом завете. Вот необитаемая пустыня, места, которых невозможно было пройти, они поставили шатры, противостали неприятелям, отомстили врагам, ну и так далее. «Ибо чем наказаны были враги их, тем они, находясь в затруднении, были облагодетельствованы. Вместо источника постоянно текущей реки, смрадную кровью и возмущенной, в обличении их детоубийственного повеления, ты неожиданно дал им мобильную воду, показав тогда через жажду, как ты наказал их противников». Речь идет об одной из казней египетских, когда враги, враги, то есть египтяне, вместо реки, которая их и питала, и поддерживала, и была основой всей их жизни, и культуры, и сельского хозяйства, вместо этого Нила, они получили реку такой зловонной крови, это одна из египетских казней. И, как Соломон говорит, чем были наказаны их враги, то есть отсутствием питья, когда они находились в затруднении, иудеи были облагодетельствованы, то есть им дана была вода. Тех в обличении детоубийственного повеления, когда египтяне повелели убивать младенцев мужского пола, и они были обличены, были наказаны, а эти, наоборот, были поддержаны, и им дал Господь обильную воду, показав через жажду, как ты наказал их противников. То есть сначала они жаждали, они были сильно возмущены, они гневались, они требовали от Моисея каких-то слов объяснения. В итоге Моисей обратился к Богу, и Бог дал им воду, но они почувствовали тяжесть наказания египтян, которые лишились воды из Нила. «Ибо когда они были испытываемы, подвергаясь, впрочем, милостивому вразумлению, тогда познали, как мучились во гневе судимые нечестивые, потому что ты испытывал, как отец, поучая, а тех, как дневный царь, осуждая, истязал. Здесь мы видим разницу между наказанием египтян и наказанием для иудеев. Нельзя сказать, чтобы Бог проявлял здесь особенную жестокость. Думаю, что речь идет о восприятии того, что происходило людьми. Для Бога все мы дети, только своей волей, стоящей ближе или дальше от Него. И, конечно же, египтянин, который воспринимал происходящее как наказание, он воспринимал его враждебно, воспринимал его как то, что вмешивается в его жизнь. А иудеи, которые согласились выйти с Моисеем, они вразумлялись, то есть им создавались временные сложности для того, чтобы потом они видели, как Господь легко и просто, как Творец мира эти сложности разрешает, все подавая им во благо. Далее Соломон пишет, «И отсутствовавшие и присутствовавшие одинаково пострадали. Их постигла сугубая скорбь и стенание от воспоминания о прошедшем. Они, когда услышали, что через их наказание те были облагодетельствованы, познали Господа. Кого они прежде, как отверженного, отреклись с ругательством, тому впоследствии событий удивлялись, потерпев неодинаковую с праведными жажду». Как египтяне, которые решали, как поступить с иудеями, так и египтяне, которые этого решения не принимали, одинаково пострадали и тем более злились и были раздосадованы, когда понимали, что наказание идет, наказание на них приходит для того, чтобы были помилованы иудеи. И вот в этих чудесах они познавали через эти чудеса, через эти наказания, через эти казни, они познавали Бога, но от Него отрекались, не хотели иметь с Ним ничего общего. Как в пятой главе книги «Исход» Моисей приводит слова фараона. «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил сынов Израиля? Я не знаю Господа и Израиля не отпущу». То есть Моисей являет фараона чудеса, фараон видит, как его народ мучается, в том случае, о котором идет речь, от жажды, когда Нил превратился в кровавую зловонную реку, и при этом фараон все равно не отпускает. Такая способность человека упорствовать против очевидного, она иногда бывает явлена довольно живописно, довольно реалистично. «А за неразумные помышления их неправды, по которым они в заблуждении служили бессловесным пресмыкающимся и презренным чудовищем, ты в наказание наслал на них множество бессловесных животных, чтобы они познали, что чем кто согрешает, тем и наказывается». Речь идет о следующей казни. Там были слепни, мошки были, потом были лягушки, жабы, то есть существа, в общем, бессловесные. Кому-то из них, вполне вероятно, египтяне поклонялись, и они поклонялись бессловесным тварям, и через этих бессловесных тварей оказались наказаны. То есть поклоняясь богам в образе этих тварей, они думали с ними договориться, думали, что они, зная их имена, зная культы, зная, как приносить жертвы, управляют этими стихиями бессловесными, но ничем на самом деле из этого они не управляли, и вот этими бессловесными же тварями оказались наказаны. Ну и, по большому счету, сам этот принцип, он так или иначе обозначен не только для данной ситуации, кто чем согрешает, тот тем и наказывается. В действительности человек жестокий наказывается жестокостью своей, распутной распутством, человек гневливый наказывается за счет собственного гнева. Далее Соломон пишет, «Не невозможно было для всемогущей руки твоей, создавшей мир из необразованного вещества, наслать на них множество медведей или зверепых львов, или неизвестных, новосозданных лютых зверей, или дышащих огненным дыханием, или извергающих клубы дыма, или бросающих из глаз ужасные искры, которые не только повреждением могли истребить их, но и ужасающим видом погубить». Здесь мы слышим, что Бог мог самыми разными способами, самыми разными путями погубить египтян, наслать на них эти кары. В том числе здесь, например, Соломон упоминает, судя по всему, драконов, и кто-то, читающий Библию, скептическим подходом таким, мог бы сказать, ну и что здесь за глупости, какие могут быть драконы, их не существовало. Во-первых, не все ученые утверждают, что драконов не могло существовать, то есть огнедышащих ящеров. Да, хотя они археологами и исследователями тех периодов не находятся, это не значит, что существа такого рода не могло существовать, просто его не нашли. Но дело совсем не в этом, может быть, их и действительно не существовало. Неслучайно Соломон приводит сначала в пример множество медведей или свирепых львов, то есть животных, которых он сам видел, знает, уверен, что они существуют, а дальше говорит или неизвестных, новосозданных лютых зверей, или дышащих огненным дыханием, или извергающим клубы дыма. То есть он говорит, ты мог бы создать и вот таких существ, если бы тебе было нужно через них наказать египтян. То есть Соломон совсем не утверждает, что драконы существовали, он просто говорит, что Бог со своей стороны мог создать самых разных существ для того, чтобы наказать египтян. которые не только физически могли их истребить, но и самим видом погубить ужасным. Да и без этого они могли погибнуть от одного дуновения, преследуемые правосудием и рассеиваемые духом силы твоей. Но ты все расположил мерою, числом и весом. То есть речь идет о том, что могли быть такие катаклизмы, что египтяне все погибли бы, но Бог всем управил таким образом, что все премудро устроено, во всем есть своя мера, все исчислено, всего есть свой вес. Иными словами, мир так устроен, чтобы вот таких глобальных катастроф, через такие глобальные катастрофы Бог нас не наказывал. По крайней мере, в тот момент Бог таким образом устроил этот мир. Что будет дальше, чем закончится история Земли, это нам открыто в таких самых трудно изъясняемых образах апокалипсиса, поэтому точно говорить мы не можем. «Ибо великая сила всегда присуща тебе, и кто противостанет силе мышцы твоей? Весь мир перед тобой, как колебание чашки весов, или как капля утренней росы, сходящей на землю». Ну, естественно, для Бога, который является не просто творцом, он несоизмеримо больше этого мира, значимее, сильнее. То есть для него мир действительно это просто его творение, это не как в языческих, дуалистических, скажем, да, каких-то концепциях есть добро и зло, и они примерно равноценны, или есть Бог, там, Демиург, который только оформляет материю, которая существует независимо от него. Нет, здесь ничего такого нет. Бог единственный, подлинно существующий, и Он своей волей захотел и сотворил мир, и этот мир с Ним не сопоставим, настолько Он велик и значим и славен. И указав на вот это величие Божие, подчеркнув, что Бог мог самым разным образом и вразумить, и наказать египтян, автор дальше пишет, «Ты всех милуешь, потому что все можешь, и покрываешь грехи людей ради покаяния». Вот человек в падшем состоянии так устроен, что он, если дать ему волю, он начинает, вот чем больше у него сил, чем больше он уверен в себе, тем больше он разрушает. То есть ему кажется, что он делает что-то на пользу, но мы видим, как он, чем больше сил обретает, тем больше теряет контроль над собой, и в итоге сила и власть приводит к разрушению вокруг. Бог совсем иной. Вот удивительные слова, «Ты всех милуешь, потому что все можешь». Казалось бы, если Бог все может, что ему стоит? Помиловать добрых, наказать злых, все сделать абсолютно справедливо, до грамма, до йоты. Вот ты согрешил настолько, вот столько ты получи, ты меньше, ты больше, всех наказать пропорционально их поступкам, как, например, в восточных религиях работает принцип кармы, что заработал, то тебе в жизни в этой или в следующей и в ответ пришло. Но Бог действует совершенно иначе. Бог принципиально в этом смысле наши представления о Боге принципиально противостоят, противоречат восточным представлениям о карме. Бог — личность, он субъект, он способен миловать, он способен прощать, он способен поддерживать, несмотря на грехи, которые человек творит. И вот он и пишет, да, Соломон? Ты всех милуешь, потому что все можешь и покрываешь грехи людей ради покаяния. То есть ты не слепой закон юридический или какой-то кармический, который вот сделали, отвечаем. Нет. Покрываешь грехи людей ради покаяния. То есть даешь им возможность покаяться. И далее Соломон пишет, «Ты любишь все существующее и ничем не гнушаешься, что сотворил, ибо не создал бы, если бы что ненавидел». То есть все в мире Бог любит, потому что он все устроил. Да, в нашей жизни есть некоторые и неправота бывает встречается, и какие-то ситуации, вещи, взаимоотношения, которые приносят нам страдания. Мы верим, что это последствия грехопадения. Что Бог все, что Он привел в мир, привел для блага бытия, для того, чтобы все существовало в любви, в равновесии, что все достойно, достойно Его любви и достойно бытия. «И как могло бы пребывать что-либо, если бы ты не восхотел? Или как сохранилось бы то, то, что не было призвано тобою». То есть для Соломона очевидно, что в основе бытия всего сущего, всего мира, любовь Божия, его желание, чтобы Бог был. Вот иногда люди думают, почему существуют лукавые, почему существуют злые люди, почему существуют какие-то вещи на земле, которые явно, может быть, лучше бы, чтобы их не было. Бог хочет, чтобы все это существовало, у Него есть свой благой замысел, и все в этом благом замысле участвует, и ничто из существующего не смогло бы существовать без Его благой воли. Почему Соломон и пишет, «Но ты все щадишь, потому что все твое душелюбивый Господи». И действительно, человек, который желает жить по Божьему, который желает, чтобы в нем отразился образ Творца, чтобы он в нем раскрылся в полноте, он должен относиться к миру так же, он должен стремиться все пощадить и все привести к полноте исполнения воли Божьей. Всего доброго!